Дорогие друзья, вот часто задаются люди вопросом, от чего зависит, больно делать укол или не больно. Мне кажется, это очень зависит от того, кто его делает. Ты с нами не поделишься секретом, как у тебя получается делать укол так, что не остается следов, не остается следов и, в принципе, ощущения не такие уж болезненные, скажем так. Вот я вижу в кадре, что меня прокололи, но я не чувствую, может, у меня анимела попа. Чувствуется, что идет какое-то там лекарство. А прокола самого нет и следов нет. Наверное, это все-таки зависит от рук. Большое тебе спасибо. Видите, снова вынужден колоть деклофенак, свернул себе спину, свернул глупо-глупо. Филя, ты знаешь, как это произошло? Фига не знает. Да и не хочу говорить. Из-за какого-то кота. Так все нелепо случилось. Из-за чужого кота, который ходит к нам в подъезд метить этажи. Раз в неделю стабильно приходит кот. Чужой, какой-то рябой, такой плотный, здоровый кот. И раз в неделю обсыкает этажи. Я долго его ловил, долго вычислял. В видеоглазок его даже видели как-то разочек. И тут он попался. Я захожу в подъезд, он до третьего этажа уже дошел. По нас цикал везде. Ну и само собой захотелось его пнуть. Ну а как бы вы поступили на моем месте? Я размахнулся его пнуть, и у меня скрутилось спину. То ли это какое-то кошачье проклятие. Не знаю, может мне теперь надо найти этого кота, извиниться перед ним. Может, кошачий бог тебе наказал. Или, может, надо его съесть, я не знаю, или жениться на нем. Что-то надо делать, потому что у меня скрутилось спину. В общем, спасибо Татьяне за укол. Пятикубовым шприцом, три куба Дикла Финака. И это не чувствуется. Вот так вот. Не бойтесь колоться. Колитесь, друзья мои. Это прикольно. Ладно, лучше не болейте, берегите здоровье. Пока.